Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в девятнадцатый выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске раскрыли несколько врачебных тайн, а точнее, закрыли квест «Врачебная тайна. Часть 2», забрав папку в 306-й комнате западного крыла санатория, затем отправились в лес, там забрали образцы крови, закрыв квест «Врачебная тайна. Часть 3», а «Врачебная тайна. Часть 4» была закрыта сразу же, так как навык здоровья к моменту взятия квеста был уже прокачан за четвертый уровень. А также было выполнено задание «Тарковский стрелок. Часть 1» с ликвидацией диких из болтовой винтовки на условленной дистанции в 40 метров. Сергей, Павел и Валентин, большое спасибо вам, парни, за поддержку рублем. Всем приятного просмотра! Сегодня хочу сделать дейли-квест от Егеря на устранение. Нужно диких подстрелить 8 штук с карабина Сайга 9, 9,19 патрон. В прошлом выпуске я говорил о том, что пойду на завод. Наврал, получается. Я на завод не пойду, потому что у меня, оказывается, еще не открыт «Тарковский стрелок». Я не помню, это третья или четвертая часть, где нужно будет с дистанции менее 25 метров с болтовки убить чувака. Значит, сегодня будем стремиться к этому квесту, чтобы уже к заводу в упор подойти, и там будет гора просто квестов. В качестве болтовой снайперской винтовки модели М700 в Реймингтон возьму трофейны. Давно он у меня уже лежит, и вот настало твое время. Ну и Сайга 9. Тут кое-какую сборку я сделал, но это прям самый дешман, какой есть по сборке. Если кому интересно, можете попялиться. Вообще ничего дорогого тут нет. Тут все просто копейки стоит. Не больше, наверное, 10-12 тысяч за модуль. Где-то подсократим отдачу, где-то подкрутим эргономики в плюс, и, в общем, это все удобство. Для удобства, так сказать, делается. Сайга у меня на 30 патронных магазинах, один основной запасной взял, люгер и ПСТ, а на М700 я взял М80 патрон. Я думаю, по-диким мне за глаза хватит. Мне надо там три ноги подстрелить и две головы. С вашего позволения, пойду в лес в 11-43, моя любимая локация, застрахую М700, снайперскую винтовку, да и все, по большому счету. Тут больше страховать ничего ей не надо. Тут, наверное, только Ремингтон один стоит дороже, чем все остальное ночевыка надето. Пострелять по ногам, три раза попасть в голову, два раза попасть, а остальное все можно будет убивать. Может быть, даже Ремингтон потом выкинуть, если получится сделать. И с Сайгой просто по всей локации погуляю. Восемь диких нужно будет прострелить. Так, с этой стороны, чтобы нам куда-то сюда боты нам нужны. Боты, я знаю, где находятся. Нам не обязательно выходить на этом самом. Ну, вы поняли. Я знаю, где бота. Быстро сейчас найдем. Во временке. Стопудово будут. Блин, тут по-хорошему бы сначала дальнюю дистанцию сделать. Ну, не то, что дальнюю, а то, что надо с Ремингтона настрелять. А потом бы уже всем остальным заниматься. Ладно, сейчас разберемся, я думаю. Восемь диких заходишь. И пока собираешь модули, дикие незаметно спавнятся. А, там ноги, голова-то нужны на дальней дистанции, слушай. Тогда мне... Получается, не очень интересно. А хотя там, может быть, дом диких надо будет пазырить. Сейчас или еще перекрутили, перевертели. Эти точки спавнов. Кто там спавнится, где... Не ясно. Ого, чё-то он так долго умирал. Пойдет... О, картоха нулевая. Ого, 61-й патрон. Хе-хе-хе-хе-хе. А ты хорош. О, панчики. Вижу клиента. По ногам сначала. По ногам сначала. Есть, ноги. Одним выстрелом в обе ноги попал, видимо. Все, две головы только осталось на дистанции. Больше там сколько? 40 метров. Не попал. Так, шансы есть попасть. А вот теперь нету. Блин, это нифига не в голову было. Сто процентов. Так, что там было? Тарковский. Ну да, это не голова ни разу была. Так, здесь 40 метров надо запомнить. А здесь... А здесь безразниц какая дистанция. Так, ну если тут один появился, может быть там еще кто-то будет? Вот, похоже, я напрасно сюда иду. Ладно, ладно. Можно посмотреть блокпост юсеков. Пожалуй, так и сделаю. Или прям лесопилку саму посмотреть, а? Ладно, сейчас разберемся. Странная тишина. Обычно тут лазают дикие пачками. Заспавняться на башку прям, да? Нормально. Тихо вроде. Вообще, в принципе, вполне реально сделать этот квест за один рейд. Только если... Оперативненько все делать. Во, есть. Клиент бежит. Перестал бежать. Да, ну. На ходу лучше получается, чем стоячего. Так. Так. Что тут у нас интересного? Что тут у нас интересного? Не видно. Твою мать. Вы что, пацанчики? Все, забыл, что тебе батон в буйку закидывал. Идем. Ну ты как раз один-то мне нужен в голову. Так им дистанция хорошая там. Давай. Выходи. Ага. Ага. Ой, блин. И встал за бревнами прям. Аккуратно. Кто-то еще слева что-то базарил кто-то. А, вон он. Пока найдешь эту кнопку там менять кратность-то. Отлично. Ну все, ремень можно скинуть в куст. Всех остальных мне надо убивать. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, спорту под... А где я магазин-то от Сайги похерил? Вот, блин. Вот, блин. Ладно, Сайгак. Она вот этот... Не такая уж и редкая пушка. Частенько она у диких появляется. Давай искать диких. Семь человек надо будет еще настрелять. Тарковский стрелок завершен. И выход выживания с локации не нужны. То есть, можем гулять с Мэлла дальше. Восьмерки. Слабые патроны. Нам такое не нужно. Вон, бальчики. Это наш клиент. Готовченько. А этот за бревнами, это как раз он и был, да? Ну, примерно, да. А, нет. О, вижу, вижу. Вон он, пыль! Никому не говори. Вроде никто не подглядывает. Так, первый. Рассудо, показывай, что там есть. А, надо еще под нога серый заглянуть там, посмотреть обязательно. Там аккумулятор можно будет найти. О, еще один идет. Зашибись. Смотрю нах. Давай, 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 давай! Что за расцел? Где ты? Есть габанчика. Это что такое? На всякий случай зацеплю. Так, потрошки надо закинуть. Вот так теперь будем выпадряжничать с этим магазином. Вынул, зарядил, докинул опять назад его. Так, что-нибудь пожрать бы. Так, вот. Ну, и давай что-нибудь. Попялимся, да? Половина, четверо есть, еще столько же надо, говорят. А, я хотел аккумулятор посмотреть в сером ангаре. Точно, я стою и думаю. Хотел полутаться, а где конкретно, не помню. Теперь все стало на свои места. Хавчик. Как раз то, что надо. Было бы очень хорошо, сейчас еще и найти в сейфе флешку крайнюю, которая мне необходима по квесту. О, нет, пожалуй. Нет, не получилось. Все, чувствуется уже то, что тяжелый. Уже инерция прям ощущается. Тут, по-моему, там куртки только. Ох, нифига, тут куртки только. Тут, вон что. Вот, дай мне вот здесь магазинчик. Спасибо. Ладно, давай, давай смотреть. Тут, потом пойдем на ВСРФ, это на МЧС. Можно обновить СРФ. Бам. Бам. Так вот сделать. Ёлки, или на Юсеков вернуться. Я просто не уверен, что на ВСРФ будет 4 прям диких. Давай-ка глянем лучше здесь. Я просто не знаю, вообще будут ли там... Может быть, такое, что не будет вообще диких, да? Меченок круг, в котором... Ничего интересного. Магаз гляну у него. А у него вообще другая валына. Ключ 314 восточного. Я не знаю, он что-то стоит или нет. Но мы его заберем. А как место он практически не займет у меня. Эти глушители, они... Сколько сейчас? Тысяч по 25 в лучшем случае стоят. Есть ли их? Горизонт, таскатель. Еще ничто нет совсем. Блин, нет нифига диких. Там на дому, может быть. А может они... О, слушай, а что я туплю? Сто процентов есть дикие под скалами и на МЧС. Там точно они будут. Там четыре диких как раз и будет. Нифига, я что, за один рейд, получается, хочу сейчас все сделать? А что дальше будем делать? А можно будет, наверное, и на завод как раз сходить, если сейчас все за один рейд сделаем. Я не уверен насчет того, что третий Тарковский Стрелок, третья часть, я имею в виду, квеста. Это как раз когда... Да, это, по-моему, как раз третий Тарковский Стрелок. Это ближняя дистанция с болтовки. Хорошо, что такой тихий рейд попался, что никто не мешается, тут не стреляет, не бомбит, ничего. Где-то там себе копошаться, если загрузились. Все, никто даже на шумок не прискакал. А то обычно один-два выстрела, и стадо целое прискакивает. Заряженные в хлам. Пробегают на звуки выстрелов дробовиков. Опа, вижу. Сгинул. А, еще один. Блядь, берцающими. Вы же даже не знаете, где он. Хуйло, вот хуйло, конец тебе. Стоит под елочкой, еле заметил. Стоит под елочкой, еле заметил. Получается нормально, когда за деревом, за которым ты прячешься, что-то какие-то звуки странные. Это такое, наверно, показалось. Ну, все правильно. В этой игре же стреляет-то, не прицел. Это же другая игра. Здесь ствол стреляет, получается. Потому оно так и выходит. Все, один дикий остался. Троих здесь нашел. Я так и знал, что здесь обязательно будет два-три дикаря. Только вот что там со снайпером. Я его на скалах так и не увидел. Можно либо на скалы глянуть. Либо на МЧС просто идти. Потому что одного-то дикого, я думаю, я там встречу все-таки. Как-никак целый МЧС, база. Вот что, пацанчики. Где же вы есть-то? О, вот он. Мол, послышалось, нет? Что в кроссовок спрятал? Показывай. Морфы, говорит, спрятал. Пойдет. И ничего страшного, что магазин потерял где-то по пути. Вон он, вон он! Мама. Не жалко умирать, жалко то, что, блин, полный рюкзак тут наковырял. Нет тебе! Через мою сетку дикие не стреляют почему-то. Я уже не первый раз это замечаю. Для них это какая-то преграда непреодолимая, непростреливаемая. А вот и магазин на девяточку. Спасибо, но уже не надо. Вот это надо. О, да тут ничего вообще не лутано, смотри. Как красиво. Ну, давай тогда быстро набиваем рюкзачок. И на выход, на ВСРФ, надеюсь, выход работает. Вот так. грызли нам не надо опачки читал долбосов стало часто до попадаться на в лесу 3 рейд 3 обдалбаться в лесу сугор гайки заберу не особо там по моему стоит аугументин стоит чего-то сейчас водка чисто поесть попить аптек гора целая но они нам не нужны у нас аптечек хватает дома эти штуки можно забрать все еще один ящик гляну тех снаба по моему элемент нет обеспечения все уже полный уже складывать некуда попробую вылезти это добро которое нарыл да работает в срф отлично вижу зеленый дым а 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 надо же даже эти ящики не тронуты удивительно такое ощущение что и правда здесь вообще никого не было в этом рейде только я один на локацию на все загрузился вот хамрик и обзабрал вместо например чего вместо например вот это вот дешевое да и дома валом этого аквамари по кому-то еще немножко будет стоить пятерочки нормальный патрон все по домам хороший спокойный свободный рейд как раз делать квесты полчаса времени занял этот рейд но я успел сделать два квеста один дейлик и тарковский стрелок для егеря сейчас егерь поднимется у меня на целых четыре сотых в лояльности продвигаемся дальше это все за счет того что рейд попался удачный вообще никто не мешал практически спокойно абсолютно сделал достиг я 25 уровня прокачки персонажей прапор подтянулся с квестом поставщик по которому нужно найти военный аккумулятор и 5 снарядов уфз от бмп энергетический кризис подъехал квест от механика здесь необходимо пометить на локации маяк 3 бензовоза и группу цистерн с топливом сдаем устранение квест ежедневный егерь забираем опыт лояльности денежки а также закрываем тарковский стрелок часть 2 попадания по ногам сделали попадание в голову диким сделали все отлично тарковский стрелок часть 3 убить бойцов чвк с расстояния меньше двадцати пяти метров используя болтовые винтовки ну чё подъехали папа боль квесты от егеря все я готов взял три коршуна чтобы заложить на ночном заводе ключ от выхода завода тоже взял сайга тяжелая броня тяжелое лицо и большие магазины по 10 патронов половина заряжена магнумом половина об и двадцатыми прикупить об и двадцатые пока негде майонез взял для того чтобы обезвоживание себе обеспечить чтобы затем в дальнейшем вызвать тремор рук ну чтобы здоровье у меня не ухудшалась пропитальщикам будем вкалываться и смотреть что дальше будет происходить идем за чвк на завод на идем в ночное время в первую очередь я хочу заложда тут страховать я ничего не буду коршуны в общем будем закладывать а там уже видно будет как пойдет в целях на рейд забежать в помещение и заложить в первую очередь пороха потом уже можно будет идти на выход если встретим дикого то позволим ему пострелять по себе если получится то я бы хотел закоцать этот бронежилет я не собираюсь в нем играть он слишком тяжелый у него очень большие штрафы к эргономике даже несмотря на то что у него защита рук и 6 класс брони это неудобный бронежилет для меня конкретно так что если будет возможность мы его просто закоцием до 40 примерно единиц прочности и оставим его чтобы в дальнейшем потом сдать по квесту барахольщику я вообще ничего не вижу честно говоря а я прям в центр примерно хочу будьте здоровы за майонез блин и не хватило одной единички давай уже теряйся но блин когда надо не дождешься кто-то уже наверху там двери выломал ну давай скорее серьезно что одна единица гидрации она не уходит у меня почему пожалуйста их я хочу 0 блин понятно а если так вот наконец-то ну вот теперь ждем тремор и пойдем внутрь туда в помещении отжибошить так как там уже кто-то двигается все появился тренер наконец-то не знаю секунд может быть 40 50 занимает все это добро я пошел в общем в офису понимаю что ничего не видно я мне самому ничего не видно хорошо все честно главное затылком не подставляться какие перезарядки ты чё смотри уже труп на елки-палки он тут он сидит ждет не понял ну ладно будем закладывать тогда интересно девки пляшут он забежал такой чисто бам-бам убил и убежал что ли ничего ничего не понял конечно пока там стоишь все этот тремор дождешься уже все тут произойдет без тебя один порох ушел так реагент забрать реагент по моему тоже надо будет не заглянуть в это да вот в эту картотеку в ящичек я чё-то запрыгивал надо было цепануть а ну ладно и третий пошел надо пропитальчик обновить все здорово то что не нужно выход выживание с локации с этим порохом на ночном заводе но это одно а реагент почему-то а реагент я же на таможне не сделал еще реагент предыдущий но елки-палки как же так чек чек так по нашу душу пошли это дикий это дикие нафиг не нужно и куртки лутаны шоу-шоу-шоу умер нам она что флешку глянем что ли я ничего не вижу вообще да не на ночном заводе это гонево у меня и так тут нифига не видать в этом забрали сейчас я короче тогда просто выйду и пойду на дневной завод а то все дикие сейчас заагрались они все по моему на меня сейчас бурятся понятно-понятно очень тяжелая броня вообще прям слушаю а может быть позволить диким пострелять по себе выбить броню а попробуем давай братишка где ты давай давай что-то разрешаю таможня дает добро устреляй так давай еще да не уходи ты давай опа ай сейчас культякку подлечу 54 давай еще браток где ты там главное спину ему к нему не повернуться 45 и еще давай нормально блин он сейчас убьет меня не да выпендриваться бы сейчас тут То похоронят тут же на этом заводе Всё, бывайте, пацаны, я пошёл домой Нет абсолютно выносливости Это нормально Ого! Ого! О, панчики Во, нормалек Слушай, ну такой выбитый бронежилет Нигде не найти в Таркове сейчас Никак не купить, не выменять Ни много ни мало, почти 10 минут Но зато я выполнил закладку на ночном заводе И разбил бронежилет И домой его, главное, что вынес Заложили на ночном заводе Три пороха, коршун синих Врачебная тайна, часть пятая Может теперь быть закрыта Забираем награды И среди них кейс для медикаментов Который мы можем сейчас продать Может быть все-таки в 220 на это можно сходить А реагент вторую часть выполнить сначала Вот как раз третий реагент Это идти на завод и забирать там образец какой-то Все, я готов, собрался в 220 комнату Общаги хочу залететь Прям быстренько-быстренько хочу это сделать Чтобы осталось время еще на завод Я, блин, забыл совсем про этот квест, честно говоря Извентиляюсь За ЧВК идем на таможню В дневное время можно было бы в вечернем Там уже темнова с тобой Это мне не особо нужно Так, страхуем добрюшка И отправляемся на локацию Погнали Надо забежать в трехэтажную общагу В 220 комнату Забрать там флешку И письмо, если не ошибаюсь И пулей на выход Оу, ну не самый, конечно, плохой спаун Могло бы быть и лучше Ладно, поехали сразу же тогда на общежитие С общежития сходу там на лодке контрабандиста Если здесь все обойдется Без смертей с моей стороны Значит на лодке контрабандиста попробуем выскочить Если нет, то на ВСРФ там 100% работает выход Сразу туда топанем Подлэп есть Спаун Дальше там есть Так что я далеко не первый, кто попадет в общагу при желании Автобусная, да? Или что-то типа стройки Сумка закрыта Хороший знак Но я пойду сразу, наверное, в сторону машины Чем не стесняться, да? Единственное, надо будет сейчас примеднуться КОНЕЦ Ай, машины нет А я думал, может на машине выйду, если что Экстра вариант Вот кто-то есть уже КИТО-то есть, кИТО-то есть Западка 218 И чё так? Ха, ну чё, нормально? Флэшка Квестовый предмет Письмецо А, уже открыли Понял, там дверь на той стороне Блин, как бы мне без боя-то, да? Уйти отсюда А, нет, не открыли, показалось Вот так вот сделаем Вроде никого Так, выжить, выйти с локации требуется Но я не помню Даже если пробежка, по-моему А то засчитано будет Как выживание на локации Опа Тут кто-то топает Он даже не почувствовал меня Ни пояски мои, ничего ещё Блин, вот это досада, конечно Нифига, он вообще не почувствовал Ну, почувствовал, покряхтел там Чё-то вроде Но накостылял мне Просто вышел смело Да и всё Даже закоцанный не побоялся Ещё раз за ЧВК на таможню В 11.25 Страховать тут ничего не надо Всё, что надо, уже застраховано Поехали Планы на рейд простые Ничего не меняется Мне также надо зайти в общежитие И просто выйти Тут проблема оказалась больше не в том Чтобы зайти в общежитие А чтобы просто добраться до выхода О боже Теперь вообще чёрт не знает Где меня заспавнило, да? Окей Я тебя понимаю, Тарков Я понимаю Хоть твоих мыслей Ну что Трейлерный парк Придётся перебегать На ту сторону И выход у меня будет На дальнем Кордоне Так сказать Зелёный порох Пойдёт Наверное не буду здесь ничего не смотреть Ни куртки, ни шмуртки А я и рюкзак не брал Так что всё правильно Значит я просто Перебегу на ту сторону Как раз к трёшке подбегу Если круто повезёт То там будет работать машина И я смогу на машине выйти Если же нет То будем выкручиваться На месте Вижу на углу Там дикий стоит Там текстура Воротины Этой белой Не прогрузилась Но дикий там стоит Уже подъехали пацаны Не, не белая А зелёная Это воротина Тут пожалуй рискну Перебегу Вон уже кто-то бегает Дикий скорее всего Так по дороге Открыто в даун Прям встал на месте Там крутится Увиду у меня Ну чё, пошумим? Ух, сколько их там Дреть колотить За пулемётом всё Кому видно Тому Стыдно Ё-моё Отдышаться надо Пока патроны Как раз докину Пока он Набирается сил Так Ага А как он А, он наверху Видимо поднялся Там Нет он Он с кем-то там Вою Кто-то пробежал Уже походу Там на пострелушке Внутри дикие Тоже нормально Кто-то шарится Там шарится Что такое А, вообще никого убить не могу Никак не получается У меня с ЧВК разобраться Кого не встречу От того и погибаю Практически По-моему даже И не попал по нему ни разу Ну чё, взял я ещё раз АКМ на ПС Как деваться некуда Давай ещё раз Долго тут собираться Смысла никакого нет Идём за ЧВК Идём на таможню Дневное время И чё-то Какой-то час пик Нездоровый И чё-то мне как-то Не везёт получается Нормально Поехали Сегодня Тарков На таможне Мне однозначно Говорит Нет Нет Даже если я захожу В спину Стоит просто АФК Я ему стреляю В голову 7.62 патрона Мне Тарков говорит Нет Нет О У меня ближайший Не то что ближайший А самый близкий Спаун Самый родной К общежитиям Спаун Я сразу Сейчас же С радостью Забегу туда Вторую этажку Правда потом Как маршрут построить Дальше Я чё-то Сказывается Всё-таки Неопытность В этих Войнах На На территории Этих общежитий Сказывается Конечно Тайминги Тропинки Прочие вещи Но мы В принципе К этому И не стремимся Особо Машина стоит Можно будет Попробовать Здесь же И уехать Делай раз Уже кто-то тут По-моему Есть Скидывается Крутится Это дикий Скорее всего Ой-ой-ой А Закрыл А я по-моему В прошлом Вайпе Точно так же И делал Подобного рода Квесты Да Я залетал Просто В ужасе В общежитии Делал Своё грязное Дело И просто Уезжал На машине По-моему Точно так же Оно и было В прошлый раз История Повторяется Судя по всему Ох Какие долгие Эти 30 секунд Будут История Цемля Я поехал Три с небольшим Минуты Я провёл в рейде Грузился Минут 10 Отвечаю Момент истины Реагент Вторая часть Да Можно передавать И туда И сюда Ничего не нужно Выживание Статус не обязателен Главное Вынести из рейда Информацию Всё Закрываем Реагент Часть вторая Забираем награды Реагент Часть третья Вот по этому квесту Нужно найти шприц С реагентом На заводе И теперь Можно смело В дневной завод Запускаться Ходить Лазить Реагенты Искать И прочее Теперь на заводе Можно сливаться Но давай Всё-таки На завод Разок Попробуем Запуститься Сходим Посмотрим Что из этого Получится И получится Не получится Я хотя бы Реагент Попробую Тогда вынести Если не получится Что-то настрелять И прочее Прелести За ЧВК На завод Дневное время И можем Забурваться Горелло Застрахуем Ну всё Погнали Надеюсь На заводе Больше повезёт Основная цель Нареет на завод Это вынести Реагент Но спешить На выход Сразу же не буду Потусуюсь Какое-то время Покручусь Там в админке Посмотрю Сейф Куртки Картотеки Если тишина Будет полностью То пожалуй Спущусь Да и пойду На выход Так Впитываем таблетки Чтобы избавиться От воды В организме Всё Годного И сжахаем Пропитал Бам Теперь наша задача Дождаться Пока начнётся Тремор И можно Двигать В сторону Админки Спокойно Всё Есть тремор Можем Двигаться Нам Пригодятся Все И ЧВК А ну Хотя Боты мне Не нужны Нифига себе По лицу Попал Год Ну давай Омагам Я ж тебя ждал Братан Я ж тебя прям здесь Ждал Братан Кто-то ещё там Это ещё там где-то Чик Реагент Забрали Так Закрывать Наверное Не буду Не пойму Здесь он Или гиды А Слышу По стеклу Сумка Сумка Это на первом Буду бить Аккуратно Ё-моё А чё так больно-то Офигеть Это чем он меня Огрел так Жёстко Он мне в живот Какой-то Болючей Картечью Зарядил Офигеть Я честно говоря В шоке Ну живот И ноги-то У меня Руки Не защищены Это понятно Его мне Прям в пузя Зарядил Это тоже Наш Клиент Есть Успел Да Если бы не пропитальчик Я бы сейчас Капец Вырыхался бы Ну хотя Можно было бы На выход Побежать Попада Сколько я ещё 148 Вообще Это Челобот Возможно Был Да Он бежал Но он дикий Нафиг Он мне нужен А давай посмотрим Мне вот интересно Чё за патрон У него там Бешеный был Да блин Отвал Петрович Нифига Вон там Пацаны То есть Ещё 7 миллиметров Вот хуйло Конец тебе Конечно Упырь Хуярь Медведя Он за мной Поперся Судя по всему Вот тупырь Не надо тут Челоботы уже Подъехали Я думал Там чё-то ЧВК Какие-то Возятся Всё Вскрыто Ну да Я пока Тремор Ждал Туда-сюда Единственное Можно посмотреть Эти самые Да Нет Там кто-то Глушённый Калаш У кого-то Интересный Вот надо было Мне побольше Про петальчику Взять Что-то Я не подумал Этот момент Взять он там мне не нужен вообще мне если убивать а вот чего кассатры лежит красивая тема Кольщикова челобот завалил Ладно мне здоровья тут делать нечего блин или пофиг пойти вы врюхаться в это дело Да не нафиг с челоботами тут возиться я лучше еще раз загружусь и спокойно пойду с пропитальчиком все как положено да Нафиг оно мне не надо Во ну чё еще квест закроем остальное потом потихонечку будем доделывать в следующем выпуске пожалуй На сегодня с меня хватит смертей Быстрые конечно рейды на заводе 10 минут и дело в шляпе туда-сюда сходил чё надо быстренько да если выжил то выжил нет так не маешься по полчаса на локации Тем не менее рейд не холостой реагент часть 3 мы квест закрываем лыжника реагент часть 4 найти транспорт с реагентом на таможне и пометить его маркера маркер он мне выдает на мана Витамины часть 1 найти первый химический контейнер на берегу и два химических контейнера на развязке для развязки мне нужен будет ключ И для берега в принципе тоже нужен будет ключ но об этом позже Параллельно с реагентом от лыжника прапорщик тоже подваливает с квестом большой заказчик найти тот же самый транспорт и точно так же пометить его маркером У терапевта тоже просыпается простое говорит любопытство тот же самый транспорт нужно с реагентом на таможне пометить и потом перед вами станет выбор о том кому сдавать этот квест Чувака которого подстрелил на заводе идет не только в квест охранка тут мне осталось пятерых еще из шести подстрелить на заводе в районе офисов но и в путь выживальщика хладнокровный также он залетел потому что я попал ему в голову получается в состоянии тремора На сегодня у меня все благодарю за просмотр надеюсь выпуск вам понравился всем хорошего настроения мирного неба над головой будьте здоровы увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания Субтитры подогнал «Симон»